На Всероссийской Паралимпиаде наша землячка, заслуженный мастер спорта России, Мария Богачева, завоевала две золотые медали, став лучшей сначала в толкании ядра с результатом 7 метров 42 сантиметра, а затем в метании копья, установив рекорд Европы 16 метров 37 сантиметров. Сегодня, признается спортсменка, разочарование от того, что выступить на Олимпиаде в Бразилии не удалось, уже не такое сильное, как в первые дни, когда спортсменка об этом узнала. Разочарования большого не было, я так скажу, потому что, ну не едем, значит не едем. Волосы, что ли, на себе ради от этого. Какие у вас дальше планы? Дальше планы, я хочу отучиться на водителя, водительские права, короче, получить. Дальше мы едем на сборы, продолжаем тренироваться. Сегодня уже можно смело утверждать, что Мария Богачева могла стать медалисткой Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, если бы сборную Россию не отстранили от участия. Результат, показанный ею на всероссийских играх в Подмосковье, позволил бы Рязанке занять второе место в толкании ядра. В копье очень довольна, очень довольна, потому что у меня был рекорд Европы в 2013 году в Италии, то есть когда я только начинала дальше, я уже никак не могла на этот уровень почему-то выйти. Хотя у нас в сборной многие профессиональные тренеры по копью, они меня учили, я себя представляла медведем, который не умеет на велосипеде кататься. Девушка отправила снаряд на 7 метров 42 сантиметра. В Бразилии победила китаянка, установив рекорд, кинув снаряд на 47 сантиметров дальше. Олимпийская серебряная медалистки из Туниса не дотянула до результата. Богачевой 56 сантиметров. На сборах как раз ко мне подошла Мария Абакова, нам с Юлией дала мастер-класс. С тех пор как будто лампочка включилась в голове и результат просто попер. Это для меня настолько неожиданно и настолько радостно, потому что оказывается у нас с Юлей все так суперски. Тренером Марии Богачевой является родная сестра спортсменки Юлия Богачева. Девушка рассказывает, что у Маши с детства был большой спортивный потенциал. В школе она профессионально занималась легкой атлетикой, но после автоаварии, которая произошла, когда девушке было всего 18, о спорте даже и не думали. Из-за серьезной травмы позвоночника Маша оказалась прикована к инвалидному креслу. Все изменилось в 2007 году, когда сестра сегодняшней чемпионки узнала о возможности тренироваться и заниматься адаптивным спортом. От сестры все терпишь. У Маши характер бывает такой. Иногда не так свистишь, не так летаешь. Для родней, для сестры сделаешь все. Сегодня Мария Богачева – чемпионка и призерка чемпионатов мира, рекордсменка мира в толкании ядра и рекордсменка Европы в метании копья, заслуженный мастер спорта России. Как отметил Владимир Путин, такие спортсмены, как она, являются примером для миллионов людей. С такой волей к победе, волей к жизни и стремлением добиваться успехов, несмотря ни на какие трудности.